Чуть топлива всегда надо добавлять в рундук. Так лучше пойдет, да. Давай, поехали. А мы увлеченным водой и ветром. С вами вновь Рома Ви. У нас опять очередной обзор масел с Гошей. В общем, смотрите, у нас аутборд, которые говорили, что оно японское. Оказалось, оно какое-то подмосковное и вообще не японское. Даже не указано на нем полусинтетика, минералка, синтетика и наш G-Wave от Газпрома. Учитывая то, что тут даже мерника нет, у нас штормовое предупреждение. Мы тут будем якорь снимать. Мы его похоронили под кабардинкой с водолазами. Времени нет, поэтому мы будем начинать с Газпрома. Давай вот этот вот псевдо-японцы туда. Начинаем с Газпрома. Кстати, красное, походу, да? Да, этот вообще неизвестно какого. Так, смотрите, что мы можем сказать по поводу этого масла. Оно полусинтетика, по поводу автомикса здесь никакой информации нет. По поводу дымности тоже никакой информации нет. Посмотрим, на что способен Газпром. По крайней мере, упаковка шикарная. Итак, приступаем, открываем, посмотрим, что нас ждет. Есть мерник, да, удобно. Да, и оно, походу, красное будет. Давай, проверим. Это как оригинал, да, прям раз. Мы тут на берегу, потому что смотрите, что у нас там, какие у нас дела. Это практически шторм. Так, у нас тут пломба. Вот, причем очень такая, современная такая тема. Опс, уже отлично. Да, вау. Это просто фантастика. Давай я попробую пальцем на вот эту вещь. Органолептику. Органолептику, да. Слушай, по запаху, ну-ка. Вообще, кстати, не пахнет почти так, это же приятно. Фу, оно какой-то рыбой опять пахнет. Да тебе все рыбой пахнет, Рома. Ну, да. Так вот, скажи, какое-то... Оно меньше всех пахнет, вот, кстати, кроме Квиксильвера и... Так, а по органолептике оно так пластичное. Слушай, оно меньше пахнет даже, чем вот этот вот дешевый, как тот был сейчас. GT Cruiser, который, да? Этот, слушай, ну я хочу сказать, что оно такое пластичное. Тут воды у нас нет, но я думаю... Красное, конечно, почему-то вообще-то... Я думаю, ну не так все поведет. Красное, это же просто для двухтактной техники. Ты думаешь, что тут не будет растворения в воде экологичной? Я думаю, что это просто наклейка, что он тут растворяется там как-то в воде и так. Да, больше маркетинга... Ну, видишь, они вот даже тут написали TCV3 везде. С одной бочки, походу. Ладно, давай, приступаем. Так, открываем. Видите, у нас тут меры предосторожности. Волна у нас до 0,6, а то порой 0,8. Да, будем заливать в зеленую нашу канистру. Дорогие друзья, делаем все быстро, потому что опаздываем к нашим водолазам. И волна будет только увеличиваться. Штормовое ближе к 4 будет. Постараемся до Кабардинки туда и обратно смотаться до 4. Ой, 4. О, молодца. В общем, как на обкатке будет. Так, ладно. Слегка поднимем. Спешка, видишь, никогда не это. Да, ну все, ладно, уже залили. Я думаю, для надежности это не мешает. Да, да, для «Газпрома». Лучше же бывает. Ну еще, Латон тебе только спасибо скажет. Поверь. Кстати, когда масло переливаешь, чуть-чуть расход увеличивается. Да? Да. Зато смазывает лучше. Так, да. Вот так вот мы перемешиваем. Танец. Танец этого. Не юного техника. Не юного. Не юного. Вот так заливаем. Всем интересно. Можно определить по цвету, что масло залитое. Да, да, конечно. Прям компот какой-то вишневый. Да, можно. Определяется, не перепутайте. Это вам не... Лукоил. Лукоил, да, к сожалению. Оно неплохо себе лукоил показало, но оно вот бесцветное. Бесцветное это прям реально трэш на воде. И ты выходишь и думаешь, господи, разбавили или нет, что произошло. Или я больше набил. Так что... Как еще и цвет топлива, понимаешь? Да. Да, ну это считай нет цвета. Они со желтым как-то поделись. А тут прям такое розовенькое. Кстати, ты прав. По поводу того, что они действительно могли с одной бочки лить. Сто кудово. Это же... А может, слушай, может вот эти присадки, которые растворяют в воде, они бесцветные? Не обязательно, чем синим быть. Может, это просто синий, чтобы на заводе отличалось, типа синий. Ты серьезно думаешь, что будет гастернист заморачиваться, чтобы делать именно эти силы? Слушай, ну это G-Wave, это их премиальная марка. Я думаю, да. Это беда, ну просто экскурсию на завод запросить и сходить посмотреть. Ну, давай. Наберем сколько там, сто тысяч просмотров, да. Я думаю, ты не думаешь, где-то это все равно называть. Посмотрим. Отлично. Запах, кстати, вот соглашусь, но запах вообще не воняет. Хороший, да. Я после калибра, когда мы и заливали, и открывали, и пальцы пахли, и когда в пути были тоже. Как сказал, поездом вонял. Все, да, как будто какой-то состав рядом постоянно находился, да. И поехали. Чуть-чуть топлива всегда надо добавлять в рундук. Так лучше пойдет, да. Давай, поехали. Ну вот как его лететь, скажи. Боком, боком. Давай. Вот так. И давай. О, да-да-да. Удивительно, но действительно, дорогие друзья, от масла зависит расход топлива. Да. Как-то оно влияет все-таки на сжигание сниси. Мне кажется, что просто масло дешевое совсем. Ну, слушай, мне, знаешь, как это, есть такая легенда о том, что все-таки масло не влияет на расход. Нет, оно влияет на расход. Двухтасных двигателей влияет. Видно, там и трение какое-то особое. Ну, и у автомобилей влияет, если я больше скажу. Ну, отлично. Все. А, нормально, нормально. Вообще отлично. Все супер, да. Верхняя граница. Так, ну, все. Приступаем к тест-драйву. Откатали, в общем, мы Газпром. Ну, что можешь сказать? Ну, что могу сказать. Работает неплохо мотор, но, как-то говорил, Газпром. Ну, да. Я тоже могу добавить, что классное топливо. Оно не такое уж и вот это вот пахнущее. Ну, запах все равно есть. Ну, вообще, когда выхлоп нет, по-моему. Ну, что, всем чуть-чуть. Чувствуется. А вот у премиальных он вообще нет. Даже когда циркуляет. Ну, это минимально. Для наших мастеров это минимально. Да, минимально, да. Действительно. Запах по минимуму. Шум по минимуму. Работа идет тихо. Ну, довольно так, неплохо. Довольно мощный движок, да. Достаточно подрыв хороший. Да, по поводу расхода, да, соглашусь. Наверное, чуть-чуть все-таки больше расхода. Может, все-таки за счет того, что мы чуть-чуть много добавили? Ну, может быть, может быть. Но, в общем, все равно расходик чуть-чуть. И большой вопрос по поводу, что оно действительно розовое. Есть вероятность, что оно для этих. Для бензопил. Ну, и для двух такников всех. И это не морской вариант. Ну, может, мы не правы. Действительно, какой-то уникальный. А еще нюанс в том, что, ну, как бы, ты заметил. Вообще, конечно, когда добавляешь больше масла, чуть-чуть, в порции. Получается, октановое число-то падает. Поэтому, да. Меньше мощность. Поэтому и расход больше. Может, что-то, что-то, 550 грамм добавили или 600, что-то на 25. В итоге, подводя, могу сказать, что хороший середняк. Прям вот очень хороший. Ну, для наших масел хороший. Ну, из лучших пока что. Да. Из российских, если брать, да. Я бы тоже сказал, что это одно из лучших. А теперь мы приступаем к другому, как оказалось. Супер масла. Да, российскому тоже маслу. Да, хайвэй, да. Сейчас мы его откроем. Как мы его будем половину наливать, я понятен. Ну, как-нибудь примерно. У нас мерника нет. Ну, давай. Слушай, ну, оно какое-то прям тяжелое. Это что-то металлическое. Да, не мер. Мне это уже мерещится. Давай, открываем. Лис. Оп, синее. Дергается, да, и тут еще и пломба. Ну, да. Вот так, одним движением. Раз. На, гонолептику смотри. Давайте смотри. Ой, какое оно вязкое. Оно реально вязкое. Слушай, оно прям реально как масло. Как этот, как сливочное растопление. Господи, оно еще и в эмульсию какую-то. Фу, воняет, как этот, как, знаешь, как калибр. Как калибр, вот отвечает. Да, мне кажется, оно как с краской воняет. Нет, прям воняет ужасно. Фу, ужас какой. Фу. Ну, в общем, такой вот масля. Сейчас посмотрим, как по воде оно все видит. Все, оно даже водой не смывается. Очень напоминает воду. Слушай, оно вообще в этом не смывает. Тебя вообще впервые вязанную эмульсию дает. Чуть. Вот, видимо. Такое масло по-своему. Слушай, оно еще и не дешевое, да? Да, оно какое-то, ну, среднее, в общем. Чуть-чуть дорожка. Ну, если честно, я не впечатлен. Явно тут импортом, ну, не пахнет соусом. Ну, да. Ну, давай, заливай. Прям, ну, единственное, что синий. Ну, и что, что синий. Хоть оно зеленое было бы. Ну, какая разница. Ну, я думаю, ровно половину надо, не больше точно. Это где-то половина есть. Ну, не знаю. Ну, единственное, что удобно, это вот именно упаковка. Ну, кроме, кроме мерника. Ну, то, что да, то, что мерника нет. А так вот раз, так я наоборот. Мы тут на сухую остановились, да, поэтому будем запускаться прямо на этом масле. Знаешь, такое сплошное эмульсия белое. Даже с топливом не размышается. Это явно для суровых крыжей боков. Саймик там тоже суровый, думаю. Откатали, в общем, масло. Вот такое. Давай твое мнение. Ладно, я сейчас просто жестить буду. Движок, мне кажется, подстраивает. Подхват, выход на глиссирование, мягко говоря, какой-то затяжной. Двигатель стал напоминать чем-то четырехтактный двигатель. В общем, выхлоп прям, ну, имеется. Да, еще запах ужасный. Ну, что я могу сказать по поводу масла? Ну, чисто средняк. Я думаю, двигатель, он вряд ли что-то, ну, сможет запороть. Ну, я сторонник такой, что свечи будут засираться. Сильно оно какое-то плотное. Если вы где-то вот это вот чудо найдете по нормальной цене, я думаю, вы точно посередине реки и моря не заглохнете. Ну, комфорт-то не будет. Нет, тут важный момент. Тут на самом деле, вот, если вы найдете такое же масло, только где будет, в дате изготовления будет не Московская область, а вот, ну, импортная, то, конечно, ну, может быть, оно и другое будет. Типа мы по лицензии это делаем. Потому что это просто, ну, оно сделано вот в Подмосковье. Тут от импортного только, ну, буквы английские. И все, там по факту, что там залито. Судя по запаху, там что-то дешевое. И явно без таких присадок какие там они должны быть. Ну, оно плотное, да, оно еще плотное. Оно как будто плавленое, этот, пальмовое масло. Да, и по запаху, так что... По запаху, как краска, да, ты говорил. Да, так что, дорогие друзья, мы выбираем больше Газпром. Газпром лучше, да. Из этой пары. Хоть оно и не супер, там, эко. Якобы, хотя дымит оно меньше и нет такого даже. А тут на горячем двигателе даже, ну, видно было, выхлоп. Выхлоп был виден. Хотя на горячем двигателе, ну, в идеале не должно быть видно выхлопа. Но он был виден, как дым. Ну, все. Соответственно, на этом обзор заканчиваем. По расходу, ты сказал? Да, да, расход средний. Расход, да. Плюс у нас волн особо таких не было. Да, и мы выходили на глиссирование довольно быстро. И расход, ну, такой средний, нормальный. Так что, следующий тест-драйв у нас будет обзор масел Manol, V3, V2, полусинтетика, минералка. И, соответственно, посмотрим, хоть какая-то разница есть в пределах одного производителя или нет. Но здесь вот конкретно, то, что сделано вот она в Подмосковье, этот хэвэй, ничего тут импортного нет. Так что это наше масло, по факту. Да, так что с вами был Рома Ви. Всем удачи. Попутного ветра и спокойного дня. Как будто мы сухие. Да, все. Рома Ви Рома Ви Рома Ви Рома Ви Рома Ви Продолжение следует... Продолжение следует...